всем здарова ребят добро пожаловать на властелин колец с модом энерад сегодня мы с вами посмотрим дуэльку который меня заинтересовало под названием красивый конец да напишите что-нибудь в камин вот вам котик от подписчика я уже знаю что еж начнет строчить значит за харат играет пацифер на джунглях дальнего харада а против него на минор за им ладрис старт в кого но логично в принципе но тут вообще не интересно какие билды они вначале используют потому что карта большая и на раш никто не будет пацифер пытается своровать у противника тролля для этих целей он использует шпиона видимо он хотел отвлечь но что-то ему помешало может лаги небольшими песенка чтобы чтобы не отводить метателю он хотел отвести тролля но так как тролль ударила шпиона то все как бы сломалась но в любом случае он в принципе успешно крепит или и или я себе это придумываю или он хотел last hit ночь шпионом чтобы экспу получить строля я сомневаюсь что шпион прям так много опыта отсюда получит но неважно неважно захватил сигналку что он играет а он засаду играет ну окей это логично если на двух сигналках может несколько засад накидать он пока их не кидает но но может засады же бесконечные то есть можно настачить там их в одной точке пару штук кстати и если на карте нет каких-то очень важных помянем кстати это очень важных нейтральных зданий которые вам бы хотелось защитить при помощи засады то засаду вначале имеет смысл кинуть возле вашей фермы типа вот допустим сюда вот так вот или же да не неважно ну сюда да это самый лучший вариант был бы кстати плюс к вам вот тут точно также работает и тотем если вы стартанули в тотем то есть вот типа и не подстраивайтесь по пройти под противника а заранее сделали тотем взяли то вам нет смысла его держать потому что ко времени первого сражения он скорее всего откатится его можно возле здания поставить чтобы противнику сложнее было сносить вашу ферму вот ой кажется не не так хорошо закрепился как хотелось бы и ривенделл ему придется ставить фонтан потому что он снес конюшню ради экономии ресурсов но минор сейчас увидит что троля уже нет метатели ушли шпион тоже ушел шпион без опыта а и воровство а вот оно что харад решил забулить своего оппонента ранней геройкой это это весьма душная тактика против милы но кажется что он решил погодите я я же видел его только что я слепой или что он тут только что же был шпион или он уже умудрился своровать да походу он уже умудрился своровать потому что обилка в кд не вижу где он а вот он вот он а почему мне его не показывала сложно но короче бежит бежит там не очень все удачно стролем на всякий случай кинул засаду не волнуйтесь насчет отвлечения крепости шпион с апгрейдом невидимый даже если он бегает то есть ну противник скорее всего не увидит что вы у него своровали только при условии что у него тут есть какие-то средства для для того чтобы увидеть невидимых юнитов или он например заранее вот это поражмет насколько я знаю зеркало галадриэль вокруг крепости видит невидимых юнитов то есть его стоит опасаться дэнатор когда прожимает свой первый скилл он вокруг крепости засвечивает зону а вот этот шпион почему я его не видел блин помянем да ну в общем пацифер получил себе то что хотел но при этом не доконтролил здесь и потерял все грустно потерял даже больше чем мог бы получить строля теперь у него нет войск а у его противника очень такая вкусная вкусная не знаю почему в кучные вкусная армия но минору следует сделать флаги и он может спокойненько подводить подкрепление там так лениво по чуть-чуть и будет держать противника на базе очень хорошо продавил конницей о как же больно хилку сразу кидает и придется отступать получается я был неправ конница по копиям проехалась нельзя сражаться нельзя 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 надо валить надо валить но минор это слив размениваться на вот этих вот бомжей не стоит тут самое страшное это вот эти ребята у тебя недостаточно конь у тебя недостаточно лучников чтобы сражаться из-за того что конница подавила ой 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 какой же фейл нет ну хоть эти отступи ну бас отступи ну нельзя же так бездарно сливать войска ох но теперь этих надо подвести например задавить конницей не ладно какую же боль я испытал этих ребят нужно потихоньку уводить потому что их задавит пацифер хочет троля добить а еще отряд поставил тут конница чего-то ожидает ставится фонтан флаги сделал хорошо молодец флаги нужны потому что но эти ребята очень хорошо кайтит их сложно убить и нужно чтобы то же самое было у имлы то есть когда у вас флаги то ему придется намного больше времени тратить на то чтобы убить хотя бы один отряд ведь если он просто покоцает там пару пару воинов убьет и отступит то он толком ничего плохого не сделает на минору и на минор будет в порядке а значит ему надо ну при желании если он хочет нормальный размер ему размен ему надо будет хотя бы один отряд снести и если будет достаточно много лучников на минора то он вполне может за это время снести один отряд вот этих ребят поэтому нужны флаги но они есть так идет атака надо добавлять лучников одного отряда маловато будет это я уже когда-то рассказывал а окей пользуется молодец если вы вдруг не знаете как законтрить вот эту фишку харада ну у харада нет стенной башенки он спасает своих рабочих постройкой смотровой вышки первые там несколько секунд ее постройки она трудно выделяемая и чтобы это за законтрить вам нужно просто автоатаку прожать клавиша и английская то есть тут примерно в ту точку где она строится прожмите и ваши солдаты ближнего боя сами начнут ее атаковать и все неплохой размен для нуменора а у пацифера уже три отряда этой конницы ну то есть это лимит пока что у него преимущество тут мало лучников то есть он он может конечно убить конницу если она не будет кайтить неплохая идея с вышкой он не заберет ее тут у конницы слабая броня против урона вышек так что надежды на это нет разве что если бы она была без копейщиков то наверное можно было бы ее быстро снести но с прикрытием не получится весьма странный выход в фаст суладана я не уверен зачем это нужно сладан не не бустит эту конницу а погодите она и ой все 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 я забыл она его бустит вот что он задумал он хочет его раскачать быренько но посмотрим получится ли но второй левел он относительно быстро взял три отряда мечников помимо этого одного чела сдохли но он у минора тоже неплохие потери такие третий левел взял не ну в принципе почему бы и нет почти четвертый очень быстро качается с ними если вы вдруг не поняли у них есть пассивка у них сплит экспы работает на всю карту на него то есть неважно где находится суладан и где находится всадники змеи они его качают когда кого-то убивают таким образом можно его быстрее раскачать но что это будет как он будет это использовать он может просто использовать это для того чтобы его ну герой был сильнее логично но может быть он что-то придумал для этого какую-то тактику зачем он ферму делит ну может быть мисклика может быть чтобы эта точка не так сильно палилась но единственное что мне в голову приходит как можно использовать суладана помимо саппорта конницы хотя типа саппорт конницы под до быструю раскачку смысла не имеет потому что он и так быстро раскачается вам только лидерка для конницы нужно толком значит вы можете в ранний апгрейд огненных стрел выходить на седьмом левеле у него очень даже вкусный бонус для них то есть но я думаю вы видите да суть в том что если суладан кого-то атакует он вешает на них дебаф если это здание то здание получают больше на 30 процентов урона от огня а если это не здание а войска то на 50 процентов вот но это весьма дорого и это практически all-in тактика то есть ну вы потратили 3600 сюда плюс апгрейды левела плюс вы потратили 700 сюда на воровство технологии ну то есть прикиньте да плюс 2200 на суладана сам по себе он неплох но опять таки у него нет армии из-за того что он столько денег потратил то есть суладан не может раскрыть свою лидерку в полном в полной мере потому что не на кого ее кидать вот и еще надо будет вкинуть около 2000 в апгрейд стрел только чтобы в него выйти плюс войска лучники и плюс еще на них там по 300 копеек это очень дорого а тем временем 7 левел уже есть всадники змеи неплохо так похарасили может быть еще минус 1 а суладан кстати может откинуть копыта сейчас может быть надо его на лошадку ой 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 какой левел возьмет а я думал больше будет кстати ну почти четвертый есть да зафейлил слегка то есть на базе пацифер проигрывает полностью но зато он решил реализовать свое преимущество здесь один вопрос мне непонятно один момент точнее он скорпа посылал уже а вот они лекаются окей он готовит под крыс я понял он хочет воспользоваться тем что он у минора нечем сносить крепу то есть на минор как бы тоже тут что-то формит но закончить игру он не может при этом на базе он теряет очень много реки не думаю что будет соплей блок я был неправ уже соплей блок у него есть а вот они есть то есть пока что никого под сфер не потерял но рискует один отряд очень сильно коцанный минус рабочий это статуя кстати ой ой ошибочка ошибочка успел спасти повезло очень сильно повезло здесь нужно отступать теперь если вы хотите успешно под крысить вам нужно сделать так чтобы противник смотрел в противоположную сторону от той где будет под крыс сколько у него там этого достаточно то есть ему нужно напасть с этой стороны либо с этой стороны всадники и змеи кстати не очень быстро воскрешаться на мой взгляд она хотя может быть и не помню у какого отряда такая тема что надо не двигаться чтобы воскрешаться может это у них как раз потому что эти ребята во время движения вроде как не воскрешались то есть ему надо будет подождать чуть-чуть но он не может ждать окей но с другой стороны противник сам напал в эту сторону то есть ему не надо отвлекаться а что это играет ауле минус крепа может быть и тут минус крепа скорпионов аж перебор 6 верно до 6 скорпионов больше чем нужно еще и ханды еще 7 скорпиона можно призвать понял он хочет не просто подкрысить крепу он хочет сбрить всю базу и то же самое будет он здесь но минор тоже все снесет но медленнее но беда в том что у на минорой остается армия который может сражаться а у пацифера нет только конница нет 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 рабочим надо убивать это ошибка скорпы позабирают все здания вот как-то лениво сейчас сыграл пацифер но хотя судя по скорости он все-таки выигрывает по скорости сноса тоже рабочих увел а успел молодец тут есть три вышки ставится барак по циферу возможно придется отдавать какие-то каких-то всадников ради этого но смотрите что забавно но минор не боится он не не тащит сюда войска чтобы их чтобы дефать своих рабочих он методично все сносит ну и опять таки тут тоже зеркалочка все здания падают у него учит у него три рабочих о как интересно бро 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 ты уверен что это ну ладно получилось все канды закончились не успел еще одна вышка да нужно больше выше будет поставить но от скорпионов это не спасет нужно войска тащить себе я только не понимаю один момент а под сфер потерял рабочего он бежал сюда может он под вышкой слился случайно то есть в целом ситуация у нуменора намного лучше но не факт что он это осознает ему просто нужно эту точку удержать и все у него есть войска для этого но пока что он сплитнулся а он нашел о но тут есть еще одна как бы это не победа две пирамиды отделяют от победы нуменора но с другой стороны противник знает где здание мы стоят правда тут есть один маленький сюрприз и деньги есть можно барак поставить блин если бы я свои деньги ставил я бы поставил на нуменора он должен выиграть тут судя по всему все здания проносят ну ты же поставишь барак не ты же не затупишь ты же не затупишь но тут ладно он этот ставит но камон братан братан барак барак тут и ты выиграл он все войска свои послевает ради этого два скорпа осталось конница подохла он окей он и так слил я был прав кажется но минор выиграл на все последняя надежда на победу но у него есть еще деньги то есть как бы он может подождать есть маленькая надежда на то что номенор затупит тут не будет прикрытия и скорпы влетят и снесут барак напомянем помянем его надо в эту сторону уводить не нельзя уводить туда где у тебя последний барак бро нельзя нельзя так делать кстати жало ну хотя ладно он все равно не убил бы его но жало очень сильно дамажит я не знаю пол хп наверное бы снесло все справедливости ради но минор видел где это пирамида отличный матч это почти что топ реплей если бы подольше и побольше поворотов неожиданных было бы это был бы топ реплей просто слишком короткий все помянем слегка не нажал под сфер где спасибо что посмотрели надеюсь вам понравилось можете поставить лайк и подписаться всем пока